И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на сервере Ural Club, всё ещё Ural Club, и с модом Анунаки. Отвечая из такого дерьмового положения, потому что я жду, когда всё-таки рассветает, и озеро будет хоть как-то видно, ну и решил заодно вам немножечко рассказать, что-то как-то где. Во-первых, спасибо огромное, Артём Биг, мне кажется почему-то, что он подписчик мой, конечно, потому что там интересовался и так далее, но в общем, я просто летал, лутал, в общем, у меня основная проблема сейчас это с грибами, их очень мало, я бы так сказал, их вообще не хватает. Вот, и в общем, лутал грибочки, только в одном месте, в одной плотине нашёл грибы, всё остальное, всё фигово. Вот, ну там убивал виверн, как вы видите, ничего такого серьёзного, и лутал этим кристаллом. Вот, и всё довольно-таки неплохо, ну и лечу, лечу, смотрю, о, паучиха, причём конкретного левела, 585 левел, я там, как оказалось, их было две, там, 300 какого-то левела. Вот, ну и он мне помог, так сказать, залутать паучих, у которого была бы меньшего левела, ну и сами видите, это вот, нехилый лут, практически весь аквалангический сет, и эпические металлические штаны, что очень даже прикольно, к моему как раз эпическому металлическому нагруднику, который я достал из кристалла, что довольно-таки тоже очень даже неплохо. Вот, ну я здесь ещё из кристалла доставал хитиновые перчатки, такие матёрые тоже, синенькие всё-таки, как ни крути. Вот, ну и такой вполне нормальный лут, но редких грибов нету. Для чего мне нужны редкие грибы? А, я хочу притомить тушканчика. Необычного тушканчика, ездового тушканчика, на котором можно будет самому ездить. Адзака мне писал, ну в чате, он писал то, что, о, прикольно, наверное, енец, а нет, уже вырос, зараза. Вот, Адзака мне писал в чате то, что на этом тушканчике мало того, что можно кататься, так он ещё и хиляет. Я хочу это проверить, но для этого мне нужно будет, понятное дело, два супернаркотика, назовём его так, я не помню, как он называется. Вот, и суть в чём, мне нужно будет грибы для них, а грибов у меня, к сожалению, нету. У-у-у, ну вот, такие вот дела. Поэтому, как бы, мне нужно, так, с лагами справляемся и Рекса убиваем. Вот, мне нужно залутать побольше грибов. Блин, надо на паузу ставить, потому что в таких лагах невозможно что-либо делать. Потому что на записи лаги идут. В общем, нужны грибы, нужны наркотики, чтобы притомить тушкана. И посмотреть, каково это на нём вообще кататься, хиляет ли он или нет, и так далее. Потому что мне это очень даже интересная тема. Ну, всё-таки ездовой тушканчик. Кстати, пока тут с Рексом сражаюсь, пытаюсь, так сказать, сражаться, вспомнил, я ж тут Монтикор увидел 160-го левела, ну и решил напасть. Дамаг-половинница по Монтикоре, это первый косяк, и второй косяк, у неё дофига хп, и то, что мой дамаг-половинница, очень мне, так сказать, в минус уйдёт. Вот, ну я просто заканчивал с выносливостью, вот, я в итоге так с ней ничего не сделал, и плюнул на неё, да. Вот, я просто хочу вон ту плотину залутать, а эта скотина здесь ходит. Да, ладно, попробую. Решил плюнуть на то место, там что-то слишком много чего по-на появлялась, появился там красный бадас, дрейк бадас, появился красный, карно пришёл туда, бадас или бадас, не знаю, ах ты, зараза, опа, нахалз, вот, и, а он был 485 левел, решил тоже его не трогать, ну думаю, чей я буду его, бедолагу убивать. Ну вот, не, я бы его убил, конечно, ну нафиг надо. Учитывая, кто там навис надо мной, реально дрейк красный, это нафиг надо. Чё-то малозавров, она появлялась, потом, когда я вылетел с пещеры, там увидел ещё дофига всяких ритунов, думаю, ну, у вас нафиг, и полетел домой. Да что такое ты скотина тупой, ты меня достал уже, хорошо, ты, ты, мать, ты, летать мне. Попало по мне. Вот, натурин, достал уже, овцы, летой, летой, всяком можно уже. Я просто смотрю, какой левел, там, могу, не могу, на поезда, допустим, и уже тогда нападаю, или бы не нападаю. Ну, так себе. Ну, вот такие вот дела, так что полетела дальше на базу, и уже буду подготавливаться к ловле тушкана. Я что-то не рассказал, как я с клеверком, да, я называл её клеверок, слово клевер. Почему клевер, потому что это реально просто счастливица какая-то. Почему счастливица, потому что она жаткий пол. В общем, получается как, перебирались мы через переправу, так сказать, и подошли к краю. И там напала ужасная птица, дебильная курица эта. И, понятное дело, когда она грелась, она просто побежала и спрыгнул со врыва. Ну, а клеверок за ней прыгнула вниз, в воду. Ну, в общем, понятно дело, я туда же за ней, наптери, все дела, и, в общем, кое-как на плоту мы доплыли. Влага, я думался, до плота. И до плота мы доплыли до берега, поднялись, как бы, и всё хорошо. И, знаете, почистно забрались до верху, и я опять упал. Вот, и на этот раз я уже решил не на летуне, не на ком, только чисто, чтобы на плоту и так далее. То есть, я спускался на парашюте вниз, а клеверок бежал за мной. Ну, благо, они домах не получают, когда на них нет седока, то есть наездника. Вот, поэтому, как бы, всё хорошо. И она выжила. Собственно, поэтому я её назвал клеверок, хотя я её назвал с клевером, то есть с удачей, с счастьем, с удачей. Именно в самом начале, после того, как я её первый раз нашёл в воде, она выжила и так далее. Кстати, с собой, получается, взял недатив наркотик, обычный наркотик, на всякий случай, стрелы томить. Взял волосы, не знаю, цепляют волосы, нет, ну, в общем, взял волосы. Полетел на Аргентависе, а вдруг всё-таки можно будет зацепить Аргентависом. Вот, ну и, собственно, чем томить Мужберри? Конечно, можно Мужберри томить. Я не думаю, что чем-то другим, обычного Мужберри томится. Так что, попробую и её, или его, то есть, вот, большого Тушкана, Тушканчика, томить, так же на Мужберри. Ладно, сейчас залечу уже туда. Вот он, вот этот огромный Тушканчик. Вы посмотрите, какой он размера. Самец, получается. А, это, типа, это, мать Тушканчиков. У него там даже написано. Прикольно, прикольно. 80-й левел. Давайте попробуем зацепить Аргентависом, получится ли, не получится. Хотя она слишком огромная, чтобы зацепить её Аргентависом. Ну да, даже близко не цепляет. Ну-ка, хорень говно зацепит. Да, это цепляет. Такс, ну а и тебя, порядка дела, нет. Ну, слишком большая, слишком большая, к сожалению. С размером, так сказать, с Аргентависом практически. Так что, придётся так томить. Так томить, так томить, так так томить. А вот, чем тебя оглушить? Кстати, оглушить. Сколько у тебя оглушения-то? 12 тысяч. Твою дивизию. 4 стрелы в тебя запустить надо. Или 5 даже. Нехило, нехило. Так, ну что, будем пробовать. Самое главное, чтобы далеко не убегала. Такс. Спи нафиг. Не успею. Чёрт, убери. Вы видели, сколько я стрел в неё запустил? Офигеть. А толку было 0. Нехило, нехило. Кстати, Аргентавис я поставил на пассивную, но как вариант сейчас она завалит этого тушканчика, к сожалению. Нифигасе, вот этого я не ожидал. По сути, должно было 400... Ну, у него, видать, сопротивление хорошее к оглушению. Прям хорошее сопротивление к оглушению. Я не думал, что насчёт атаковать, что-то я до этого даже не додумался. Я бы хотя бы на скале посидел бы, что ли. Как далеко. Да уж. Полетел я туда, обратно. Я там ещё и шмотки попереломали. И, кстати, я выжил благодаря тому, что я всё-таки эпические шмотки себе надел. Эпическую броню, да, ну, это... Ну, в общем, там, конкретные шмотки я надел. Серьёзные, я бы даже так сказал. Твою мать. Ой, ёпарасите. Первый раз вижу. Офигеть. Так, ладно. Ну, сейчас-то я подготовлюсь. Сейчас-то я подготовлюсь. Ну, как подготовлюсь. Я вот здесь на скалу сяду, короче. Ну, как сяду. Я, типа, сяду на скалу. Как-то у меня дерьмо всё получилось сейчас. Нет, я так сказал, что я обслаблюсь. Ну, да ладно. Такс. Кстати, надо шмотки хотя бы надеть. Вот, видите? Это шмотка, вот это шмотка, вот это и вот это. А что мне сломалось? А, у меня ботиночки. Но они и Грищева ботиночки были, поэтому они сломались. Да уж, конкретно я такого не ожидал. Это выброси. Чё я там выбросил? Твою мать! А, господи. А, какого фига? А, ну да, всё правильно. Просто, я не знаю, просто иногда нажимаю и не то выбрасывают. Это прям конкретно фигово. Так. Перевожу их на пассивный. И начинаю дамажить. Твою дивизию, куда ты валишь? Иди отсюда! Куда? Ну, блин, ещё лагай мне, конечно. Твою дерьмовая игра бесишь ты меня очень сильно. Так, давай-давай-давай-давай, да, к берегу, к берегу тащи. К берегу беги. Эм, вот. А, во, всё нормально. А что-то стояло. Ну, ты... Как меня это бесит игра? Я не знаю, что она лагает? Что этому говну надо? Вообще никаких ни прогрузок, ничего. Нет, этому говну надо лагать. Ай, ладно. Так, кислород у тебя. Кран-то тебе, короче, будет. Блин. Вот ты же был так залагать, тебя под водой в итоге я завалил. И сейчас тебя не поднять, ничего. Не вижу смысла даже пытаться томить тебя, потому что... Ну, когда-то его будет ноль. Я вам сам затыхаюсь в итоге. О, как меня бесит игра. Вот какого фигу? Вот что здесь, твою мать, прогружать? Ты дебильное дерьмо. Почему фпс всего лишь 20? Тогда, когда при нормальном состоянии у тебя здесь за 60 на этом острове. Что за твою мать? Что за дерьмо? Не, это просто бесит. Не, конечно, убежав недалеко, то есть вот там тот остров, вот здесь этот остров, я сразу же увидел еще одного, но 25-й левел, это маленький. И я все-таки хочу попробовать найти кого-то другого. Ну, если в ней найду, то, понятное дело, лечу сюда и томлю ее. Ты же самка, вроде бы, да? Да, самка. Томлю ее. И, кстати, да, здесь реально уже подходит под маза, то есть она все-таки самка. Да уж, чувствую логику и думаю о том, что ну раз я на этих островах нашел, значит, на других островах будут, я облетел мелкие острова вот туда и дальше. То есть до подков долетел и... Не канает чувство логики здесь. Не канает. Я не знаю, где они спавнятся, поэтому единственное, кого я, собственно, нашел, так это вот это. Ну, такие вот дела. Так что тут, по ходу дела, без вариантов приходится, придется именно тебя и томить. Такс. Ну, только на этот раз я заберусь на камень. Ну, это во-первых. Во-вторых, я, понятное дело, не буду тебя даже пытаться стрелять, когда ты будешь в воде. Ну и в-третьих, я буду бить это не на запись, чтобы у меня не лагал, потому что я включил запись опять 15 фпс. Да твою мать, что за нафига? Вот реально какой-то беспредел уже творится. И это из-за долбанных застроек сервера очень большого количества динозавров и так далее. Поэтому реально очень большое количество динозавров это тоже плохо. Прогрузка, все дела. И, кстати, я вон яйцо Бронто спер. Да. Вот. Где вот Бронто? А вон там Бронто, я у нее яйцо спер. Такс. Да ладно тебе. А, точно. Запись надо выключить. Отлично. Спит. Фух. Вот на этот раз уже есть смысл. Так. Сначала еду закидываем. Вот это вот используем. Хавка сбросилась полностью. И синий хавый. Да, приручение пошло и так далее. Да и спор, как бы можно было это не использовать. Просто подожрать неохота. У меня сейчас час двадцать ночи. Я не хочу. Я вообще рассчитывал на эту серию потратить минут двадцать. В итоге потратил час двадцать уже. А вот. И еще мне ее как-то надо транспортировать. Так как аргентавис не переносит. А я еще кецри не поймал себе. Вот так вот все легко и просто. Так. Выбросить. Я тут еще кристальчик залутал. Как вы видите. Всякую фигню налутал. Кстати, себе я, получается, сделал металлические ботинки. Потому что они побосявее будут. Ну ладно, у тебя и так нормально имя. Вот. И, кстати, вот эта вот шапка у меня прикольнула. Легендарная маскировочная маска. По броне она лучше, чем обычная металлическая броня. По прочности она офигеть как лучше. Даже сопротивление холода больше. И еще и сопротивление жарет. То есть конкретно во всем плюс. Так. Ладно, беседла. Вот это зачетно. Погнали. Ебперный театр. Стоять. А что это я атаковал? Там у кого я не должен был атаковать? Ну да ладно. Такс. А, вот что хиляет. Вот что это было. На правую кнопку мышки нажимаешь. И вот она, получается, начинает хилять. И себя, и меня, и, как я понял, всех вокруг. Ну-ка, давай посмотрим. Да, абсолютно всех. Даже, видите, не союзник, да? И все равно хиляет. Ну-ка, тебя. Твою мать. Ну-ка, Птьер. Защити меня. Защити меня, Птьерушка. Птьерушка. Фас его. Не, вот так надо, короче. Не, не так. Стоять. Я в кнопках попутался. Надо вот так, короче. Фас его. Так, подожди. Тихо. А. Все равно, короче, ты огребешься. Зараза. Так, стоять. Я тебя превосходил хиляю. 240 лава. Фас. Вкуси его за задницу. Да. Не очень-то попадает. Иди нафиг, короче, все. Так, ну-ка. А, хотя ладно. Ну, приземлись ты уже. Ну, хватит тебе летать. Ну, раздражаешь ты меня, когда ты вот так просто так делать нефиг летаешь. И ты меня раздражаешь. О, да. Ууу. Ууу. Я еще огребся. Ууу. Ууу. Отлично. А, кошмар. 15 фпс. Ну, вы в левом верхнем углу все прекрасно видите, сколько фпс и так далее. Так, здоровья маловато. Выносливость очень маловато. Кислорода. Ну, как бы, главное не окунать в воду. Еда нормально. Вес. Урон. Не скорость передвижения. Вот это дело надо бы уносливость скачать. Так, давайте смотреть, что может. Понятное дело, атака. Лечение. Как это со стороны интересно выглядит. Ну-ка, давайте посмотрим. Блин, это вообще зачетно. А, обожаю уже. Так, на control ничего. Только ухо почесала. И ту сама. Такс. На x ничего. На z ничего. И пробел, понятное дело, прыгает. Потому что это все-таки тушканчик. Ууу. Зачетно. Так, ну-ка, а что у нас тут? Допустим, по плотноярности. Ничегошеньки. Отлично. В общем, очень прикольный зверек. Очень прикольно. Именно вот так побегать, попрыгать, покататься. Это просто зачетно. Как говорится, оно того стоило. От зака спасибо, что подсказал, что есть такие тушканчики. И это реально круто. Ну-ка, как ты плаваешь? Медленно. Медленно, медленно. Но в целом неплохо. Ой, а мне сейчас придумывать, как же все-таки тебя перевозить. Вот такие вот дела. Ну, а я с вами, народ, буду, пожалуй, на этом уже прощаться. Не забывать подписываться на канал, ставить лайки, комментирую, делиться своим мнением, понятное дело. В общем, пишите, что думаете о таком тушканчике и прикольно ли, нужно ли мне искать, конечно, самое главное, большого левела, чтобы посмотреть, что же все-таки у большого левела будет и так далее. Пишите в комментариях. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.